Привет! Канал «Реализация законного права». Схемы обмана украинских беженцев за границей. Друзья, миллионы украинских беженцев, которые сейчас находятся за границей, стали целевой аудиторией аферистов. Так, с начала широкомасштабного вторжения российских войск на территории Украины, когда украинцы начали искать убежище за рубежом, активизировались злоумышленники. Расскажу на примере Польши, при каких условиях наши переселенцы могут стать жертвами аферистов. Итак, банковские аферы. Для получения денежной помощи от Польши украинцы должны открыть счет в банке. Этой ситуацией активно пользуются мошенники. Они звонят по телефону, представляются банковским работникам. Обычные злоумышленники уверяют, что со счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых. Эффект неожиданности и стресс делает свое дело, и беженцы выдают всю частную информацию. Так вы узнают о балансе на карте и разовом блик коде, с помощью которого подтверждают транзакцию и снимают все средства со счета. Друзья, заметьте, обычно телефонные мошенники общаются на русском языке, реже на украинском и польском. Следующее. Невыплата заработной платы. В некоторых недобросовестных агентствах трудоустройства или посредники обещают ставки выше рынка на 1-2 злотых, но при этом не оформляют документы легально. Люди, желая заработать больше, соглашаются. В результате они могут совсем не получить свои заработанные деньги. Следующее. Третье. Обман при аренде жилья. Если вы просят перечислить задаток для брони квартиры, не ведитесь. Это жулики. Например, в Польше запрещено законом брать у будущих арендаторов деньги вперед. Подписывайтесь на канал, друзья, и увидимся с вами в следующем видео. Продолжение следует.